Я хочу поблагодарить всех участников заседания за нашу работу, но прежде чем закрыть наше заседание, я хотел бы сказать, что мы с Владимиром Владимировичем найдем еще время для того, чтобы обсудить некоторые вопросы и сегодня, и в будущем нашего союзного строительства. Я просто хочу в заключении членов высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами высшего госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму уже, ну может в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается. А в свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину, это 20 минут от Москвы, вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае. Мне, конечно, хотелось бы и памятник посмотреть, который удивительное чудо, я историк этого не знал. Владимир Владимирович мне рассказал, что два брата-близнецы, один за Белую гвардию, другой за Красную, воевали. И вот в День примирения это важный памятник, который открыт в Севастополе, я так понял. Хотелось бы посмотреть на этот памятник и знать эту историю. Да, Владимир Владимирович, пожалуйста. Да, действительно, я сегодня нахожусь в Севастополе как раз по случаю Дня народного единства, и в связи с открытием этого памятника, памятник очень хороший, рекомендую посмотреть, интересную очень историю. И я надеюсь, что вот эта символика, когда два брата-близнеца, два флотоводца стоят вместе на пьедестале, на этом рядом, все-таки является действительно символом возвращения к единению российской многонациональной российской нации. Вот. Если позволите, Александр Григорьевич, я... Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это.